Есть мнение, что эпоха Возрождения была только в Западной Европе и никак не повлияла на развитие русского искусства. Это не совсем так. Давайте прогуляемся по Соборной площади Московского Кремля и постараемся рассмотреть примеры итальянского Ренессанса в России. Русское Возрождение связано с именем Ивана III. Он был женат вторым браком на Софии Палеолог, племяннице последнего византийского императора, которая после падения Византийской империи жила и училась в Италии. Именно она пригласила итальянских мастеров в Россию. Один из них Аристотель Фиараванти построил с использованием итальянских технологий эпохи Возрождения в области зодчества большой каменный собор в Кремле, Успенский, который в целом был вдохновлен Владимира Суддальской архитектурой XII-XIII веков и стал Кафедральным собором Русской Православной Церкви и резиденцией русского патриарха на долгие века. Напротив него через пару лет начал строиться Архангельский собор, для строительства которого в Россию был также приглашен итальянский архитектор Ламберти де Монтиньяно, известный в России как Оливий Сновый. В обработке стены этого собора широко использованы мотивы итальянского возрождения, пилястры с растительными капителями, карнизы, сочетание малых и больших круглых окон, а также мотив ракушки в апсинах. Одним из первых светских зданий, построенных в эпоху Ивана III, стала Грановитая палата. Постройка использовалась для проведения заседаний Боярской думы, церемониальных приемов и торжественных обедов. Для ее строительства тоже были приглашены итальянские мастера Пьетро Соляри и Марко Руффа, он же Марко Фрязин. Название постройка получила по восточному фасаду, отделанному неотесанным камнем техника рустика, характерным для итальянских палаццер эпохи Возрождения. Также влияние итальянского Возрождения видно в архитектуре стен Московского Кремля. При Иване III под руководством итальянских зодчих были построены красные кирпичные стены. На стенах есть зубцы – мерлоны, выступы в верхней части стен, служившие для прикрытия защитников крепости от обстрела. Зубцы кремлевской стены имеют форму ласточкин хвост. Точно такие же зубцы можно обнаружить на стенах замков и сооружений в Италии. Например, замок Сфорцо в Милане или здание Арсенала в Венеции. В целом, зубцы ласточкин хвост – характерная черта именно итальянской архитектуры. Таким образом, итальянское Возрождение вполне заметно повлияло на развитие русской архитектуры в XV веке и внесло свой вклад в оформление построек Московского Кремля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok